Индия близка к покупке российских ЗРК, несмотря на американские санкции. Мария Абихабиб, Тенеу-Йорк Тимес, США 8 апреля 2018 года Нью-Дели, на этой неделе министр обороны Индии приехала в Москву для заключения сделки о покупке российской противоракетной системы, о чем сообщили индийские официальные лица. Это соглашение идет вразрез с американскими санкциями против России. Сделка на сумму 6 миллиардов долларов обсуждается как раз в тот момент, когда администрация Трампа рассматривает более обширные санкции против России и одновременно пытается сколотить военный альянс с Индией. Индийские официальные представители отмечают, что соглашение может быть заключено уже на этой неделе, и в этом случае Индия приобретет пять комплексов С-400 «Триумф», которые могут использоваться не только как противовоздушное, но и как противоракетное средство. Если сделка состоится, администрации Трампа придется думать о том, наказывать Индию за нарушение санкции или сделать для нее исключение в избежании ухудшения отношений. Соединенные Штаты обхаживают Индию в попытке сделать ее стратегическим союзником и противовесом военной экспансии Китая. Вашингтон обычно предлагает военные контракты в качестве приманки для развития военных связей с другими странами, и он весьма агрессивно соблазняет Индию. Компания Lockheed Martin прошлым летом предложила перенести производство самолетов F-16 из Техаса в Индию, если та согласится покупать эти истребители. В последние годы мы наблюдаем существенные перемены, поскольку Индия все чаще закупает в США военную технику. «Дело в том, что США стремятся к налаживанию более тесных отношений с этой страной, а военные соглашения по сути дела являются дипломатическими соглашениями», сказал директор азиатского отдела консалтинговой фирмы по оценке геополитических рисков юрежия групп Шайлиш Кумар, Шайлиш Кумар. Соединенные Штаты усиливают давление на Москву из-за ее вмешательства в американские выборы из-за отравления в прошлом месяце в английском Солсбери российского шпиона. Американские официальные лица рассказали агентству Reuters, что на этой неделе могут быть объявлены новые санкции против России в дополнение к предыдущим, которые были приняты в августе при подавляющей поддержке в Конгрессе. «Мы контактируем с целым рядом стран в попытке не допустить новые закупки в оборонной сфере, и госсекретарь примет соответствующие меры. Если и когда мы сделаем вывод, что совершены действия, подпадающие под санкции», сообщила по электронной почте пресс-секретарь Госдепартамента в ответах на поставленные ей вопросы. Но она не указала конкретно, какие меры будут приняты Вашингтоном, если сделка состоится. В прошлом году Индия притормозила закупку С-400 из-за ценовых разногласий, но представитель ее Министерства обороны сообщил в четверг, что переговоры в Москве продолжаются. Вероятная закупка российской зенитно-ракетной системы С-400 показывает, что Индия по-прежнему делает ставку на военную технику из России, хотя Соединенные Штаты пытаются увеличить объемы продаж собственного оружия в эту страну. Если 15 лет назад объем поставок американского оружия в Индию был близок к нулю, то сегодня он составляет примерно 15 миллиардов долларов. За последние пять лет Соединенные Штаты стали вторым поставщиком военной техники в эту страну, немного отставая от России. Доля России в поставках вооружения в Индию последние пять лет составляет 62%, а в период с 2008 по 2012 годы она была равна 79%. Такие данные предоставил Стокгольмский институт исследования проблем мира, Стачхолм Интернационал Пиач Институте, который следит за военными расходами. Американские представители признают, что крупный арсенал российской военной техники в Индии является непреложным фактом жизни. Но предстоящая поставка С-400 вызывает тревогу у американцев, так как это довольно новое и современное оружие, а не просто рядовое соглашение об обслуживании и ремонте существующей техники. Русские злы на Индию, которая покупает у американцев большое количество техники, потому что раньше эта страна была для них родным домом в плане поставок вооружений, рассказал Рахул Беди. Раул Беди, из издательства информационная группа Джейна, Янис Информатион Грауп, которая базируется в Лондоне и публикует данные о поставках оружия. Индийцам очень хочется снова добиться расположения русских, и сделать это они могут при помощи С-400. На следующей неделе Индия проводит военную выставку, куда приглашены многие изготовители оружия и военной техники для показа своей продукции. Соединенные Штаты и Россия направляют туда официальные делегации. Предстоящая сделка на покупку С-400 может стать очередной неудачей для американской системы про патриот, которую производит компания Raytheon. Турция, будучи членом НАТО, в декабре подписала соглашение с Россией о покупке за РК С-400, проигнорировав американские протесты. Американские представители также пытаются убедить Индию приобрести комплексы «Патриот» вместо С-400. Но этот комплекс в последнее время вызывает большие сомнения, так как он не смог защитить столицу Саудовской Аравии от ракет, запущенных хуситами из имена. Индию не очень впечатлили патриоты в сравнении со С-400, которая превосходит их по многим статьям, включая тактико-технические характеристики, приспособленность к эксплуатации и ремонтопригодность. Это более эффективная система, сказал Биги. Вместе с тем, он добавил, у Индии очень большие потребности, а на столе достаточно еды для всех, и она может выбирать.